Прокомментирую, пожалуйста, то, что Кадыров напросился на официальное приглашение в Турцию. Ведь он всегда мечтал об этом. Если Кадырова реально туда пригласят, и он туда поедет, то это будет, конечно, плохой звоночек. Я по факту буду это все. От разговоров Кадырова, доверять вообще разговорам Кадырова, это себя не уважать. Поэтому, если подобное произойдет, тогда и будем это как-то оценивать. Ни один сдавший ДНК Кумык, еще ни одного среди них не было, ни кавказской гаплогруппы. Ни одной. Все Кумыки, которые сдали, они все автохтоны кавказские. Потому что ты живешь в Швеции, Масхадов живет в Норвегии. Почему вы выбрали Скандинавию? Насчет Танзора не знаю, может быть он выбирал, но может был выбор. Насчет себя скажу, я не выбирал, у меня вообще не было выбора. Когда я летел, я прилетел в Польшу. Ну как, какой-то маленький выбор у тебя бывает, конечно, безусловно. Но вот из того выбора, что у меня был, а это, по-моему, была Литва или Латвия, Польша и что там еще было, не помню, Чехия что ли. В общем, какой-то вот такой вот очень скудный был выбор. И вот из того вот этого выбора, что был, Польша мне показалась самой приемлемой. Ну, наилучшей так. И в общем, я туда прилетел, но в Польшу у меня не получилось. И когда мне нужно было из Польши куда-то уезжать, опять-таки, тоже не было такого, что вот давай там, выбирай себе страну. Ну, тоже, конечно, был какой-то выбор. Была Франция, была, ну, естественно, Германия, но Германии понятно было, что там у меня вообще все проблемы здесь начались из-за Германии. В общем, я как-то, как-то так получилось, что я попал в Швецию. И далее уже, когда я отсюда приехал, только тогда я понял, насколько это хорошая страна. То есть я не ехал сюда, зная, что вот там так круто, надо вот в Швеции, такого не было. Я приехал, и когда приехал, я уже... Даже когда я ехал, то есть я был под вопросом, я мог еще дальше куда-то двинуть. Но когда я приехал, я понял, что да, это очень хорошая, крутая страна, и она меня вполне устраивает. Салям алейкум. Я Кумыки. Хотел бы задать Тумсу такой вопрос. Почему говорят, что Кумыки приезжие на Кавказ, мы Кумыки-балкарцы и Корчаевцы-один народ же? Хорошо, что сейчас есть ДНК исследования. Я, честно говоря, последние полгода не смотрел Кумыкский проект. Но по той информации, я не думаю, что она сейчас как-то изменилась, по той информации последней, что у меня была, ни один сдавший ДНК Кумык, еще ни одного среди них не было, ни кавказской гаплогруппы, ни одной. Все Кумыки, которые сдали, они все автохтоны кавказские. Поэтому, конечно, это все полная чушь. Обычно Кумыков, Балкарцев, Карачаевцев, просто из-за того, что они говорят на тюркском, из этого сделали какие-то гипотетические, логические, провели цепочки, что это вот какие-то тюркские народы, которые куда-то шли, проходили и где-то застряли у нас на кавказе. Но по факту эти ДНК это опровергают. Они все являются автохтонными. Значит, сразу задается вопрос, а почему, как они оказались на Кавказе, как вообще на Кавказе появились народы, говорящие на тюрксах? Значит, надо искать уже другое объяснение, правильно? Потому что это не работает. Если ДНК наша, значит это наши, полностью кавказские абсолютно народы. Значит, наоборот, когда были какие-то там монгольские Чингисхан, Амирлан, когда вот этот период был, наверное, наоборот, как-то был перенят язык какими-то нашими племенами, которые где-то соприкасались с этой империей, с захватчиками, какие-то рынки, торговые отношения, понимаете? Где-то что-то наоборот, я думаю, что это был просто перенят язык отдельными племенами. Ведь когда-то народы, они же формировались постепенно, понимаете? Это же не так. Конечно, есть всякие теоретики, которые скажут, что не это с самого начала. Но я скажу свое мнение. Я думаю, что народы, они потихоньку формировались. И вот как раз из тех племен, которые говорили на этих тюркских языках, сформировались несколько народов. И точно так же из других там. И наш народ сформировался из определенных племен, и другие. Но все эти народы, и говорящие на тюркском, и на дагестанно-нахская группа, все эти народы являются автохтонами на Кавказе. Пока еще, по тем данным, что я осмотрел, нет еще ни одного народа на Кавказе, который бы не был автохтоном. В своем подавляющем большинстве. В многих народах на Кавказе, практически в каждом, у кумыков пока, правда, я не видел, но еще в маленьких тоже, наверное, каких-то не будет. Но у многих народов есть небольшое количество каких-то там гоплогрупп из разных других каких-то частей земли. Но подавляющее большинство это кавказские автохтоны. Прокомментирую, пожалуйста, то, что Гадыров напросился на официальное приглашение в Турцию. Ведь он всегда мечтал об этом и даже специально напросился в эту переговорочную группу в Сочи. Во-первых, мы не знаем. Во-первых, это неофициально. Это все-таки он сам там написал, что в Кулуарах, что-то о нем поговорили. Может быть, это вообще такого не было. Во-первых, даже если такое было, это может быть простая такая политкорректность. Если Кадырова реально туда пригласят и он туда поедет, то это будет, конечно, плохой звоночек. Мы бы не хотели видеть Кадырова гостящим у турецких. Вообще не хотели бы его видеть гостящим в Турции. Начнем с этого. Но тем более нам будет, конечно же, неприятно увидеть, что его вообще, в принципе, считают каким-то чуваком, которого можно на уровне хотя бы заместителя, министра какого-нибудь встречать. В этом плане, конечно, это будет неприятно. Я по факту буду это все. То есть от разговоров Кадырова, доверять вообще разговорам Кадырова, это себя не уважать. Поэтому, если подобное произойдет, тогда и будем это как-то оценивать. Но Кадырову, я думаю, нужно было не... В Кулуарах нужно было говорить не о том, что там приглашать кого-то или не приглашать, а нужно было вот все те претензии, которые он высказывал. Что вы там, наш самолет, сбили? Нужно было об этом говорить. Нужно было говорить про претензии по названию этого парка именем Джахару Таеву в Стамбуле. Нужно было сказать министру иностранных дел Турции, что вот Кадыров собирается назвать улицу в Грозном в честь этого Абдуллы... Забыл его фамилию. Абдулла... Ну, в общем, этот курдский РПК... РПКшный лидер, которого посадили в Турции. Нужно было об этом говорить. Тумсо, я русский православный человек, и несмотря на то, что ты нас, русских, не жалуешь, перед сном я слушаю именно тебя, так я хорошо засыпаю, спасибо тебе сердечно. Я говорю, Михаил, у меня нет предрассудков по национальному признаку. Если ты под русским человеком имел в виду просто человека, относящегося к этому народу, ментально или этнически, не знаю, то у меня нет никаких проблем. У меня есть действительно неприязнь, я не жалую империалистически настроенных, но это могут быть и нерусские. То есть, важно понимать, что они могут быть бурятами, какими-нибудь алтайцами. Если они будут русисты, этих людей я не жалую. А вот если он, например, русский человек, но с правильными абсолютно неэмпериалистическими идеями, то у меня к таким, ни к русским, ни к каким-либо другим людям, у меня никакие претензии. В том числе, в недавнем эфире ты выдал свое истинное отношение к нам, завуалированно назвал нас русскими вонючими алкашами, и ноги у нас немытые, и что ваши нравы... И что ваши нравы выше наших, и ненависть у тебя к империи и ее жизни. Ну, ты, конечно, очень сильно переформатировал эти мои слова, вложил в них немного другой смысл, который я говорил. Но, в целом, то, что нравы, то, что вы не принесли нам какие-то нравы, которые были бы нами оценены как высшие наши, то есть то, что можно было бы перенять, это правда, нет сомнений. Но там то, что алкаши, это, конечно, сильно мои слова передергивали, что кого-то, конечно, не говорил. Я лишь привел историю, которую часто рассказывают, кстати, насчет ее достоверности нужно спросить у историков, что имам Шамиль реально разговаривал с каким-то генералом российским, и когда тот ему что-то говорил, типа про какие-то нравы, он ему сказал, пусть твой солдат снимет сапог, и, в общем, я думаю, вы представляете, что там было, да, когда он его снял. Субтитры создавал DimaTorzok